Всем привет! Портавик.ру предлагает вашему вниманию видео обзор навигатора Hyundai Navigation HD GPS 4300. И, как всегда, в случае с подобными устройствами, показываем в нашем редакционном автомобиле. Итак, это достаточно габаритное устройство. Размеры тут следующие. 158,8 на 84,2 и 30 мм. Ну и весит немало 300 граммов. Скругленные углы хорошая сборка. Ничего не скрипит и в руке лежит отлично. Вот материал изготовления. Пластик с покрытием Soft-Touch, как известно, штукой маркой и подверженной разным царапинам. Ну вот, для примера, пластик на руле. Он тоже качественный, а выглядит хорошо и не марки, и не Soft-Touch. Диагональ экрана навигатора составляет 10,92 см, то есть 4,3 дюйма. А разрешение 272 на 480 пикселей. В принципе, экран хороший, углы обзора широкие, с бликами дисплей справляется. По бокам динамики. Они же скрывают кнопки управления. То есть для управления нужно нажимать на динамики. Тут и звук регулируется, и осуществляется переход по меню. Особенно удобно работать в режиме плеера. Например, клавиши за левым динамиком будут переключать песни, а справа регулировать громкость. Почему-то вспомнился анекдот. Странный, мол, зверь, все мясо в ушах. Сверху разъем для подключения внешней GPS-антенны. Снизу и К-порт. Остальные разъемы расположены по бокам. Здесь гнездо для карт памяти формата SD и разъем mini-USB. А вот здесь гнезда для зарядного устройства, TMC-порт, выход для видео и гарнитуры. Последние имеют диаметр 3,5 мм. Сзади крышка отсека аккумулятора и гнездо стилуса. Стилус большой, и с ним очень удобно работать. Внутри установлен процессор Samsung с частотой 400 МГц. Этот навигатор позиционируется как мультимедиа устройство. Здесь качественный видео и аудиоплеер. В пробке можно и в игры поиграть. За GPS отвечают чип Surf Star 3 и программа AutoSpotnik. В целом, заметим, что благодаря хорошим навигационным возможностям и большому экрану, а также мультимедиа составляющей, аппарат найдет своего покупателя, даже несмотря на ряд минусов.